Вам одну девятку поставили? Качество отделки и покраски. Что вас не устроило в качестве отделки и покраски? Почему не десять? Ну все, железо, 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 железо. Это не железо, это дерево. Вот. А должно быть везде дерево, да? Какой вы строгий. Здесь все неожиданно серьезно. Несмотря на праздничную атмосферу, чувствуется накал конкурсной борьбы. Наш герой с той самой девяткой за качество отделки сторожил конкурса. Андрей Сиротин представляет свои лодки в Устье девятый год подряд. Окунь Анатолий – 43-е судно в послужном списке в Усть-Кубинского мастера. Все сам, все. Брал примерные размеры с других лодок, сам все дорабатывал, чертил даже в программах и вот создал идеальный концепт. Концепция Окунь Анатолий расходится по планете? Да, да. И они все у вас Окунь Анатолий? Нет, нет. Почему так назвали? А это просто друг мне помогал, Анатолий. Вот как бы я его к этому делу привлек. Здравствуйте, вы комиссия? Расскажите, по каким критериям вы оцениваете лодки? Кто может победить? Качество и надежность изготовления, подбор материала, технические характеристики, высота борта и так далее, оригинальность и дизайн, качество отделки, покраски, ходовые качества, вместимость и так далее. Я с мастером уже встречаюсь несколько лет подряд. Я знаю, что у него стойчивость всегда хорошая. Он никогда не перевернется на этих лодках. Достойно победы? Да, знаете, ну хорошая лодка он делает, хорошая. У него совершенство, я помню, ну я уже года 4-5, наверное, и все вот у него лучше и лучше и лучше. Что касается надежности, то этот критерий в первый день конкурса не оценивался. Спуск на воду – кульминация всего праздника. Между тем, состязания лодочников официально считаются днем Усть-Кубинского района. Двугневная программа состоит не только из лодочных баталий. Ярмарка, концерты, лишь бы погода не подвела. К слову, за все 22 года проведения праздника спуск конкурсных лодок на воду ни разу не был отменен, даже в дождь. В этом году природа благоволила. Когда 22 года назад был первый праздник лодки, здесь участники, лодочники представляли поколение, скажем, старшее – 60+. А сегодня мы видим, что участвуют и строят лодки совершенно молодые люди. Здесь есть дебютанты, которые первый раз в этом году приехали и представили свои лодки. Это значит, что народный промысел развивается. Молодые и талантливые ребята из Усть-Кубинского центра образования представили на конкурс сразу две лодки. Сначала выпиливали, дальше собирали деревянный каркас лодки, обкалачивали листами металла. А конструкцию откуда взяли? Конструкцию? Изданных примен. Конструкцию, лекала мы брали давно-давно у опытных мастеров лодочников. Привлекать школьников к конкурсу мастеров-лодочников активно стали с 2018 года. Естественно, школы задались вопросом, где взять наставников. И вот я хочу сказать, что Усть-Кубинскому центру в этом плане несказанно повезло. Мы вытянули счастливый билет, потому что наш свой учитель технологии, Александр Леонидович Решетов, оказался мастером-лодочником. Команды у него работают слаженно. Я даже скажу, что ювелирно кипит у нас работа в учебных мастерских. С зимы они начинают заготавливать материал, выпиливать различные детали. И вот где-то май-июнь месяц они плодотворно работают над сбором лодок. Своими руками я начал делать лет, может быть, 20 назад. Постепенно передаю школьникам свой опыт. Всего в конкурсе мастеров-лодочников приняли участие 17 команд. Победители определились в четырех основных номинациях. Среди них оказался и Андрей Сиротин с окунем Анатолием. Уськубинский мастер стал лучшим среди комбинированных речных красавиц. Вера Кучеренко, Сергей Павлов. Новости.